Всех привет и правного просмотра! Продолжаем мы проходим FIFA 20 за Кубок Форта Сити и у нас впереди премьер-лига, господа, которая осталась, получается, в этой серии мы один тур сыграем и четыре игры, господа, впереди четыре игры, но при этом у нас есть Лига Европы, полуфинал, и полуфинал Кубок Англии, господа, вот это просто событие, мы слишком многих клубов просто глубоко дошли до финала, можно сказать, и до полуфинала, пока еще неизвестно, что у нас будет, какие у нас кубки в этом сезоне тоже неизвестны, но в матче за Сити Кубки Англии очень будет мощный. Ну что, у нас сегодня совершенно игра, как я сказал, премьер-лига будет, потому что следующий матч будет у нас, пропускаем два дня, будет у нас Кубок Англии после Мощи Сити, очень сильного соперника, надеюсь, мы его пройдем, и я хотел бы Кубок Англии победить, очень хочу Кубок Англии победить, я с прошлого сезона хочу очень, с прошлого сезона начал, очень хочу, начал очень хотеть победить Кубок Англии, ну да, так ты глупо сказал, ну ладно. Давайте посмотрим по составу, по составу, Да, у нас по составу не очень все хорошо, скажу честно вам, хотелось бы это сохранить, этот составчик-то, но левого полузащитника мы поменяем, в любом случае, центрального защитника мы тоже поменяем, вот это грустный, может потому что мало играет, но я, бля, никак он прям просто чисто по средненьку идет у нас. Так, ну да, тебя выпустим, ЦАПа, нападающий оказал, вот правый полузащитник, что у нас правый полузащитник, у меня есть какой-нибудь, у нас по идее должен, а вот 77 тоже, может выйти на поле, нападение тоже оставим, мы, если что, заменим, что там у нас, блин, еще травмы имеет, а тот еще молодой, можно так сказать, да? Вот правый, вот еще левый, 71, но левый 71, это уже слишком перебор, я буду выпускать на поле. Вот такой состав у нас будет выходить, да, он уставший, я не спорю, я согласен, он слишком уставший. Ну, я хочу на Кубок Англии потратить самые сильные наши стороны, которые возможно выпустить вообще, а здесь отыграть просто, ну, блин, 4 место, конечно, хочется, но неизвестно, сможем мы его одолеть или нет, это все зависит от нас. И не только, от Лесер Сити еще будет зависеть, потому что, что у них, как он, на 2 очка, они нас впереди, и у них игр так же, как и у нас, можно сказать, и за это такая ситуация, то, что, если мы выиграем этот матч, а не проиграет, мы займем 4 место, и у нас только оно очко будет разница, вот такое повреждение событий, господа. Ну, ладно, так и не забиваем голы, нифига здесь на тренировке, значит, нам не повезет в самом матче, да. Ну, что, переходим к матчу, слушаем комментаторов. Отличная погода у нас, отличный стадион, все условия для того, чтобы и матч получился на таком же уровне. На комментаторской позиции сегодня привычный вам дуэт Георгий Черданцев и Константин Генич. В прямом эфире мы сегодня смотрим одну из интереснейших лиг мира, английскую премьер-лигу. Захватывающий матч нам предстоит увидеть. Спасибо, Георгий. Думаю, хороший футбол. Мы сегодня должны увидеть. Обе команды готовились к этой игре и постараются сегодня взять 3 очка. Будет ли это просто или нет, мы узнаем, но точно будет интересно. Хозяева поля сегодня в следующем составе. Тренер выпустил всего одного нападающего. Ну и один в поле тоже воин, особенно с такой мощной группой атаки. Тренер выбрал тактику с оттянутым форвардом. Помнишь, как на этой позиции феерил знаменитый Александру Дель Пьеру? Спасибо. Попробуй играть. Вот и сесток, господа. Вот и сесток. Мы начинаем начало матча в среднем поле, потому что мы играем дома. Мы играем дома, господа. Мы играем дома. Еще раз, так как мы играем дома. Даем хороший пас вперед. Еще раз у нас пас. Продолжаем матч. Вот такой пасик. Он нас ждет. Назад пас. Вперед. Отдает он передачу. Давай, давай, давай. Беги, беги, беги. А, ничего у нас не выходит. Ничего у нас не выходит. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Этот тур может стать решающим для хозяев. Сегодня на кону очень сложный и длинный путь в Лигу чемпионов. Куда они могут попасть, но при определенном результате... Ну что, пора событий какой? У нас мяч уходит на угловой, господа. Защитник наш. Из Академии, можно сказать, которой мы взяли его. А мы продолжаем дальше в том же духе. У нас теперь угловой, но они не решают опоздать. Сейчас будет неизвестно. Разыгрывают мяч, разыгрывают мяч, но у них не выходит это разыгранное мяч, и мы берем... Тащим, вперед, вперед, вперед мяч. Бля, передержал, передержал мяч, а? Ну как надо было так передерживать мяч, а? Опасный момент только у нас ворот. Но, слава богу, мимо. Луис Абрам. Хороший пас. И еще у нас один пас. Хорошо они с мячом работают. Хорошее владение. Что-то он может придумать с мячом сейчас. Ну и что тут ты затворил, бля? Офигеть просто. А, мяч будет рикошет, был аут. И мяч на фланг отправляется. Какой опасный удар. И еще один удар будет. Ох, как классно, братарь сыграл. Он подает в центр штрафной. Защита первая на мяче. Вынос. Ё-моё. Тут такое просто событие. Очумненный он просто выходит. К воротам. Да, выше он к воротам. Хотели все в оборону. Секундочку. Я снова здесь. От игрока мяч уходит в аут. О, какой мяч. Так, него, а. Давай, давай, беги. Ну, беги. Давай, давай. Ну, беги. Есть. Он бежит, бежит и ударяет и мимо ворот, а. Очуметь просто. Это наш ЦАП, который тоже на многое время играл. Но сейчас он уже слишком стар. Так, мяч у нас не сохранился. Это очень плохо. Прямо уже 28 минуты идет времени, пока мы еще не забили гол. А за пить гол были два момента у нас, если не ошибаюсь. Опа. Даем пас вперед. Ну, давай, дерись, дерись. Каждая мяч, давай еще дать им тебе. Да, блять, не успевает он дать пас. Не успевает наш игрок дать пас. Как обидно. Как это обидно-то. Может, опасный момент быть, может, опасный момент. Господа, держитесь, ну. Да закройте ты его. Нет. Слава богу, все нормально. Голкипер забирает мяч. А мы продолжаем свой матч дальше. Тогда им пас вперед. Да, в середине поля, согласен. Играть активно впереди. Все зависит от середине поля. Все же решится сегодня забить гол. Я стараюсь, стараюсь. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Неплохо он с мячом идет вперед. А, блять, не дают ударить. А, упал, ну, защитники-то. Не дают ударить вообще никак. Все кривые. Ну, что у нас здесь? А, у нас игроки еще чуть-чуть уставшие. После века Европы, господа. Опа, и мяч мы отнимаем. Замечательно просто. Продолжаем тоже духе. Даем пас вперед. Ну, какой хороший был пас. Ну, почему ты не добежал до этого мяча? Так, как обидно-то. Какие шансы, господа, тут забить головой? Какие шансы? О-о-о, это хороший был перехват. Блять, этот игрок у нас на падении находится. Офигеть просто. Облагнился. Да, блять, надо было убить. Надо было убить. Надо было убить. Отдает он передачу. Катают они мяч. Играет он на партнера. Опа. Играют они в пас. Бей и выводи, команда! Да, блять, ну мяч перекладина-то, а? Вот штанга, точнее, перекладина, блин. Такой был уж хороший шанс забить гол, а? Как это было обидно не забить голу-то, блин, а? Ну что, не удалось ему забить в первые 45 минут, хотя он был очень близок к этому. Пока ничья, и надо идти вперед. Как это обидно, как это обидно. 0-0, перерыв у нас, господа. Первый тайм заканчивается, что там, 0-0. Да, бро, наш нападающий уже слишком уставший. Я думаю, скорее всего, и все. Скоро его поменяем. У нас есть запас, ведь нападающий, который мы купили в этом сезоне за небольшие деньги. Показывает себя неплохо, скажу, неплохо. Неплохой стороны он себя показывает. Есть у Борнмута на фланге свободное пространство, и туда идет атака. Ну, нарешивай! Ну что, господа, думаем. Они нас хотят раскрыть. Оборону нашу пока, и бой имени у них удается, но пока к воротам они не прошли. Навец есть, удар у них не получается. Мяч забираем мы себе. А вот на поле готовится выйти свежий игрок. Да, нападающий не был готов к этому. Да, следующая игра у нас по смачке Сити, господа. Напоминает нам прям игра и говорит об этом, что у нас очень будет серьезный заперник. Дальше мячом распорядиться. По финалу Кубки Анги, и тут опасный момент, может быть, другой... Ах, защитник справился. Сейчас спас команду, защитник. Даём пас по флангу. И ещё один, а у них тут Ахэм, господа. У Вэцхэм, и на этот. Снова пас. И ещё один пас, и он выходит к воротам и бьёт, и забивает гол. Всё-таки мы забиём на 58-й минуте гол. Сыграл очень здорово, всё чётко сделал, и вывел свою команду вперёд точным ударом. Не побоялся он взять игру на себя в этом моменте, и смелость его привела к голу. Отличные индивидуальные действия, отличная техника, всё было сделано очень чётко. 1-0, сейчас будет веселее. Ну давай, ну отнимай мяч-то. Никак не получается нифига, а? 60-я минута идёт. Мы забиваем всё-таки первый гол, и мы забираем себе мяч в руки. Воротарь, и переходим к меню. Меняем игрока. Он слишком уставший, я хочу дать ему отдохнуть. Хочу дать ему отдохнуть. А вот это опасно было, так пас давать. Мартин. Мартин у нас играет в центре. Пасы мы даём, но только тут уже тупик, и тут мы протеряем мяч. Опа, отнимаем мяч заново. Переходим к наступлению, господа. Что-то он может придумать с мячом сейчас. Да ёб твою мать, а! И мяч убиваете в аут. Но пока мы оно... Один гол забили. Он слишком уставший, он слишком уставший. Из-за этого я поменял его. А, блядь, просто. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. И вот-вот на поле появится свежий игрок. Замену гостей. Ну и посмотрим, что принесёт эта замена. Давай-давай, биги-биги-биги-биги-биги. Ну, биги-биги. Играют в пас команда. Ну что ты там будешь толкаться так с ним? А, есть мяч, отнимаем. Тут только уже на нашу половину. И тут будем поворот событий, которым можем потерять мяч. Нет, забираем себе. Хорошо у нас разыграно. Да, блядь, долго держал мяч. Долго держал он мяч, а. Ну что, поворот событий, какой будет у нас? Меликолепно в этой ситуации разобрался и мяч перехватил. Вот и хороший пас. И ещё один пас у нас. Отдаёт он передачу. Да, блядь, ну надо бы прямой давать, а не такой, а. Ну как обидно-то. Врата, всё-таки игрок, блядь, забежал. Створ в ворот, почти забежал, там стоял. Прям как защитник угловом, блядь. Хорошо играет сегодня в пас. Очень высокий процент точных передач. Ну они хорошо играют, я не спорю. Шансы у них забить гол тоже есть. Ну тут у нас хорошо перехват. И мы их собираем себе. Надолго их здесь забираем, я не знаю. Трибуны вовсю гонят хозяев вперёд. Ещё бы. Они же знают, как важно именно сейчас команде забить гол. И что дальше? Уходим от него, уходим. Можно забивать тут. Да, блядь. Я думал, ты забег будешь делать, а. Не получается у нас навес, и мяч уходит к вратарю. Там Симон какой-то у них там стоит на воротах. Хорошо, он в пас умеет играть. Без мяча остаются они. Хороший пас по флангу. Катают они мяч. Ну тут понятно, что закрыт мяч. Точнее будет закрыт игрок. Они сам мяч. Мяч мы потеряли. Ну его забираем обратно, господа. Короче, пару событий. И тут, блин, ааа, не успевает вратарь. Всё-таки выбежал. Просто красавец. Просто красавец. Тут добавить больше нечем. Вратарь всё-таки выбежал. Ну что у нас дальше? Ооо, он по флангу нас атакует, господа. По флангу нас атакуют. Скидка назад. Как опасный момент был. Всё. Идёт штрафной мяч. Ну не смогли придумать продолжение в этой атаке. И потеряли мяч. Ну и что ты будешь делать? А вот это бак, что ли? Там время идёт, а время какое идёт, без понятия. Кевин Макалистер. Интересно, куда дальше? Ну и что у нас теперь будет? Бл***ь, братарь, ты забей. Давай-давай, забирай мяч-то. Вратарь легко отражает атаку. Но это был не удар. Всё, от свистока. Три минуты, конечно, там добавили, по идее. Но при этом тут ничего не показали. Судья даёт в финале свисток. А это значит, команда записывает в свой актив три очка. А уж как они это сделали вторички. Ну что, вот такой у нас заканчивается. Мы забили всего лишь один гол. Опасный момент был. Ох, ну этот баг, как баги, да? Ну это мы, пожалуйста, всё видели. Давайте по общей свете у нас шо? 1-0 по голам. Ударов 3-9. Створ 1-5. Владимир Мячу 51-49. А вот был мяча 6-9. Угловые 0-3. Тошные удары 33-55. Тошные пассы 92 обоих команд. Ну что, давайте с прессой. Пообщаемся, посмотрим, что это будет. Посмотрим, что из этого будет. Так, матч был равный, но вы выиграли, забив гол в втором тайме. Как вы думали, что помогло вам сегодня забить? Дело сделать, очки мы взяли. Сегодняшнюю игру обсуждать не вижу смысла. Мы уже готовимся к следующему матчу. Мы снова выиграли. Что скажет? Хорошо играл этот клуб. Хорошо играл, на самом деле. Заслуг игроков, скажем так. Похвали меня. Игроки молодцы, очередная победа, полностью их заслуга. Вы смогли повернуть ход матча, забив решающий гол. С учетом того, что силы соперника равны у вас. Если честно, сомнений в ход матча у меня не было. Я прекрасно знаю, что способны мои ребята. Да, вот так вот прям резко скажем. То их так скажем, потом так скажем, потом так скажем, да. А потом спасибо скажем. Чего-то рекоментировали. Ладно, хорошо замечать, пообщались. Следующий у нас будет уже полуфинал Кубки Англии. Но это уже следующая серия. Что я хочу тут зайти? Зайти в таблицу. Я буду следить за каждым туром. После каждого тура таблицу. И что у нас по таблице? Мы четвертое место занимаем, господа. Мы четвертое место занимаем. Дестер Сити сыграл ничью. И по голам у нас получается то, что мы слишком много голов забили. Вообще-то мы почти как все лидеры забили голов. И нам просто надо продержаться. Выиграть все матчи. Абсолютно все матчи выиграть. Скажу честно. Вот это просто очуметь. Да, господа. Мы еще можем закончить этот турнир на четвертом месте. Это просто очуметь. Конечно, разница очков от третьего места. Это вообще колоссальная. 9 очков это никак не догонишь уже. Да, уж это можно, если они все поражения получат. Но они вряд ли поражения получат. У нас 7 поражений слишком многовато. Ну, посмотрим, что будет в будущем. Да, да. Ну что, на этом у нас все заканчиваем. Увидимся в следующей серии других поражений. Все, удачи вам и пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо.